бухнуть боже истеричка какая ищите меня ищите вы знаете что здесь будет здесь будет такой трындец поднимите мне веки сушь не трогать солнце солнце не видел три дня какие красивые цветы не буду я скажу нет не буду буду какого-нибудь продюсера сказать на годиннику час выхода интервью и сегодня у нас в гостях павло вишняков актор театру и кино в его фильмографии опер по вызову где он сыграл главную роль а також спитаю о осень УПС повернення Мухтару та багато інших фильмов та зйомки у розважальному шоу танців з зерками сьогодні він поділиться з нами казусами роботи актора интригами знімального майданчика а також розповість відверто про своє особисте життя ми дуже раді бачити тебе знову як взагалі справи як успіхи нового серіалу який стартував а какой серіал стартувал? Мій чоловік Ааа, точно, я даже думал ось съємки Слушайте, ну, во-первых, дела у меня отлично Спасибо, что согласились на вторую попытку нашего интервью потому что с первой как-то я закапризничал, грубо говоря Опять я смотрю в потолок, долбень ты! И... Слушайте, ну, мне пишут хорошие отзывы Пока еще никто не написал, что это плохо И продюсеры сказали спасибо, зрители спасибо Я жду рейтингов от канала, чтобы посмотреть по итогу, что получилось Чи відіграти там так, як хотів і як очікував, що буде? Я не видел еще ни одной минуты своей работы Потому что я сейчас в проекте И вот я жду на ближайшие два выходных У меня будет в середине ноября И, скорее всего, тогда я и посмотрю В середине листопада найглухі выходні У вас сьогодні выходні, можете переглянуть там в середі А, тогда спасибо, до свидання, я поехал смотреть Ну, і нам все время треба буде вернутись до початку До тих питань, які ми вже обговорювали А, давайте попробуем Может быть, я тебе что-то нове расскажу Да, тому що мені здається, що я интерв'ю на пам'ять не вивчала минул Если буду я отвечать по-другому, исправляюте А, нет, я в прошлый раз говорил по-другому Коли ти вирішив стати актором І чому промінял мрію бути в «Гринпис» І вчителем російської мови та літератури на шлях актора Это судьба Все, это судьба Все, что в моей жизни происходит Не знаю, ангел-хранитель мне ведет, судьба мне ведет Вот там написано, меня куда-то и ведет Я не могу сказать, ты говоришь, почему ты променял Я не променял Я понимаю, что каждый свой свободный день Каждую свою свободную минуту, которую я могу себе позволить Я уезжаю на природу И меня тянет к земле И я понимаю, что если будет возможность, я уеду за город и буду жить там И у меня будут куры, у меня будут фазаны У меня будут собаки Будет много земли, значит, возможно, будет лошадь Возможно, я кого-то еще разведу Посмотрим Куры на озере, которые у вас были в розповеді, это ваши? Это качки, дорогие А когда? Которую я ел утку? Нет Он не там плавал, а что живи Может быть, им ели, мы не знаем А когда это было? Это недавно было? Да Это у меня был свободный вечер Закончилась съемка Я очень устал, хотел прогуляться Я поехал на Киевское море И там плавали утки Вот, поэтому я их снял и звал, как цыпляться Для того, чтобы что? Чтобы вы отреагировали И очень многие отреагировали И сказали, это же утки, это же не куры, это жипсы Просто недавно я ездил отдыхать У меня было три выходных После месяца нон-стоп работы И я поехал за Чернигу свою, грубо говоря, область И это был хутор, куда приезжают рыбаки ловить рыбу Но там было хозяйство, там были куры, утки И я подошел к шеф-повару Я говорю, там много уток, а вы их случайно не готовите? Он говорит, готовим Я говорю, давай! И на завтра у меня была вкуснейшая утка Теперь повернемось до вашего шляха актора Как отреагировали батьки, когда я сказал, что выступать в шляхе? Мои родители никак не реагировали Не хотели, чтобы я был артистом Я рад, что, наверное, сейчас уже ситуация изменилась И они рады тому, что я не приезжаю Но они могут меня, ну, как бы видеть Они рады, что они приезжают Нет, они рады тому, что я, допустим, нет Но, блин, ты меня запутала Если меня долго нет, они меня видят по телевидению Они хотя бы таким образом Мне мама часто звонит и говорит А ты рядом со мной Я тебя вижу Я готов, ли ты там на экране И все, ты как бы рядом со мной Они волнуются только об одном Чтобы у меня была работа Чтобы я не сидел дома Чтобы я мог себе обеспечить Страшно? Да Чтобы посралось все О, епарас, это... Все Ну и ладно Фу, ну что Я надеюсь, вы же адекватное там задание написали Ну, блин, блин Я съел конфетку все-таки Я буду толстым Обратить трех друзей И три комментарии Из запропонованных И написать его Под остальным фото Так Выбрать трех друзей И три комментарии Из предложенных И написать его Под последние фотографии Последние фотографии Где? В инстаграме Той человек, который вытянете Тут ваши друзья с инстаграма А вы уверены, что это мои друзья? Нет, но вы на них подписаны Они на вас подписаны Они же вы знакомы А, ну если я на них подписан Я не понимаю Так Выбрать трех друзей И три Ага И написать Под последним фото И под фотографией Написать и комментарий Только не поясню, что это У них на странице Да Ох вы, бляхом Что придумали Потом мне Просто я крайне редко Что-то подобное делаю Потом мне все пишут Ты сошел с ума Что случилось? Ну, давайте Это друзья Давайте я вытащу Вот этого хлопчика Можете девочек Ну вот проверим Вот этого хлопчика И у Стю По-белорусски Дяучинку Ну-ка, ну-ка Мальчик Девочка О, вы, конечно, выбрали Прикол Давай ты выбрали Позернову И ему коммент На учебнике Здесь только один человек Поймет, что я написал Все остальные Скажи, что я рехнулся Один человек Я его видел Один из в жизни Ну Ну ладно Ну ладно Ого Ого Подстава какая-то Потом буду долго Объяснять этим людям Давайте таким образом Мы сделаем шахмат Такой чик Разложим карты Да, я посмотрю Кого-то там хотя бы Ну это уже все Мусор Это мы вот сюда Это мы вот сюда А это мы вот сюда Ну что, погнали Юлий Сахневич Мы пишем Пидро А, есть Давай со мной Инфа в личку Пишите Давайте я поменяю На другую девочку Ну только не Сахневич Это писать Ну вы Ищем и Сахневич Потом я буду долго Объяснять Это я под ее фотографию Должен пить Фу Долго Под последние фотографии Да А вам как-то украинская А еще российская У меня нет Шрифта Сейчас она меня убьет Ну ладно Все Да, вам показать Вот Конечно Вот Но еще не загрузилась Или как Нет, еще не Ну вот Есть подработка Задаваясь со мной Инфа в личке Юля, прости меня Ты проезжаешь на снимальный майданчик в час На алчейки, сирайчейки Дозволяешь собі робити Через те, що відчуваєш більший авторитет И крутіше, ніж Хто сеньши снимай на майданчик У-у-у Не волна було такого, що Бо я попросила, то я посплю Бо вчора гуляла Нет Ну слушайте Ну это работа Я не имею права этого делать То есть я приезжаю на работу Что я могу себе позволить Потолоке смотрю опять Ну не суть Я могу Я позволял себе это Я могу себе позволить Если артист Мой партнер пьян Я могу попробовать Один дубль Второй дубль Потом сказать Идите нахер Я с этим артистом Работать не буду Либо же снять общий план Каким-то образом Потом отснять Мой крупный план И я ухожу с площадки Говорю Снимайте его Как хотите А ты пьяный не был На снимание Мой партнер Нет Я на съемочной площадке Выпил Наверное Дважды Боже істеричка какая На съемочной площадке Да Все нормально На съемочной площадке Я выпил дважды Один раз я выпил Потому что Попросил режиссер Я сказал Окей Выпим перед крайней сценой У меня там не было слов То есть я должен был Просто по дороге идти Перед этой сценой я выпил И один раз Наверное Я выпил День рождения Был у гримера Да И все А так я Я потом очень боюсь Там не собраться Или Зачем Боже Есть конец смены У меня был режиссер один Который очень любил бухать Для меня это катастрофа И Мы каждый раз После смены Уезжали в кафе бухать Потому что Я говорю После смены Хоть ты сдохни Я тебя вынесу Из этого кафе И мне приходилось с ним пить Потому что Давай-давай-давай-давай-давай И мы вот так ездили Смена закончилась Пошли бухнули Он-то вышел На площадку На завтра Сел у монитора И все равно Как он выглядит Кончили-начали Сделай это-это А я в кадре Мне нужно как-то держать Это лицо долбанное И через раз Я приезжал Поднимите мне веки Потому что Мне плохо было Ой, нет Была однажды история Что полгруппы не приехала А я приехал Решили А психа дала бухать Да Ну не полгруппы Два человека На таких важных Не приехало Но все знали Что Мы вместе Поехали бухать Мы поехали пить И говорит Закончилась смена И меня начали Соблазнять На то Чтобы Выпить спирта Там какой-то Натуральный Хороший спирт Привезли Я говорю Не, ребята Спирт Я не хочу Ну и пить я не хочу И меня соблазнили Куриным бульоном Да Ну я люблю Куриный бульон Горячий Ну живу один Не всегда успеваю Все приготовить Мне говорят Паш Есть куриный бульон И я Блин Ладно Поехали И мы накидались Этим спиртом Так А градус нельзя Повышать Его разбавляли Постоянно Ну то есть Мы там начали С 40 градусов Дошли до 70 градусов И нельзя Понижать Я Ну слушайте Назывался Груздем Как говорится Полезай в кузов И я вышел На площадку Я доехал До этой площадки Я начал работать Но директор И гафер Они не приехали И мне ко всем Подходят Говорят Диты Что ты с ними Сделаешь Я говорю Не знаю Я живой А там приехали Трупы Люди Которые меня Соблазняли Бухнуть Они просто Еле Приперлись На работу К обеду Ну такое бывает Весел У вас На снимальных Майданчиках Но прошло время И мне еще Хочется с ним Поработать Лесь Когаевая Ну может быть Потому что Я очень люблю Ксюша Жданова Вот мы сейчас С ней пересеклись В одном проекте Но у нас была Одна или две Сцены Вместе Мне хочется Именно поработать Жураховской Очень хочется Мне опять Встретиться Потому что Последняя наша встреча Ну грубо говоря Первая и Крайняя встреча С ней Я ее чуть не убил Да Мы Как они называются Становишься И едешь Нет Не самокат Такая Большая херня С палкой Сабвей Или как Сигвей Да Сигвей Да И у нас сцена была Что мы Вместе Едем с ней По тропинке Разговариваем Ну как бы Милая сценочка Там на 30-40 секунд Один раз сделали Второй раз сделали Режиссер говорит А ты можешь еще Как бы в конце Приостановиться И вокруг нее Так раз Объехать Ну и поехали дальше Я говорю Да могу Ну давай попробуем Давай Один дубль Чик Сделали Да Хорошо Второй дубль Проехали Я обкрутился Дальше поехали Как бы я уезжаю Говорю Да За мной И третий финальный дубль Режиссер говорит Ну давайте И третий И третий финальный дубль Ну наверное Ну в сантиметр В два Мы не разъехались И я своим колесом Цепляю ее колесо И мы просто Со всей дури Нахрен Падаем на асфальт То есть Она А я падаю Краем глаза Смотрю Что она падает Ну представляете Леся Всем телом На этот асфальт Я тоже падаю На асфальт И понимаю Что Мне даже страшно Встать Я понимаю Что я убил Человека Я встаю Понятно Я весь красный Я не понимаю Что происходит Леся ты жива Она говорит Да все нормально Все прибежали Ну как Чего Я говорю Может он дубль Будем делать Режиссер Не-не Сцена снята Все отлично Леся ты жива Да жива И каждый раз Когда мы с ней Встречаемся На каких-то студиях Она говорит Ну привет убийца Нет Все хорошо Как бы Ну она шутит Задирает меня Ну Каждая шутки Да Есть доля шутки С Стасом Бакланом Очень хочется поработать Потому что Это профессионал С большой буквы А ты в театре Заразграешь Четики кино? Нет Только Вот это Мне сейчас оговорочка По Фрейду была Я хотел сказать Нет только театр Странно Нет только кино Не хочется театр Поверить Хочется Но В Репертуарный театр Я не пойду Здесь Во-первых Я не знаю язык Во-вторых Чтобы мне пойти Допустим Даже Если взять русскую драму Мне придется отказаться Минимум на год От съемок Потому что Мне нужно будет Там Репетировать Какой-то спектакль Или Какие-то вводы А в русской драме Насколько я понимаю Не жалуют людей Которые снимаются И не отпускают на съемки Поэтому К сожалению Нет Не получается Я смотрю все Энтерпризы Которые Есть В Киеве Осталось только Две конторы Которые Я Не посмотрел А так я везде смотрел Кто-то Пока не получается Я учил язык Я учил язык В прошлом году Я попытался его выучить Но он мне начал мешать Потому что Я уже начал думать На украинском языке Когда со мной Начинал режиссер Говорить по-украински Я начинал думать То есть Я думал по-украински Отвечал по-украински В голове Потом переводил Это на русский язык И только Потом отвечал И Начиналось это так Что Ты Паша Что с тобой Мне говорили Смотрите Это очень крутой чел Да Мы знаем Очень крутой чел Модель Да Я с ним познакомился У Славы Каминской Она тут тоже была Она тоже тут была Вот ей можно было писать Все что угодно Она поняла Виделся Да С ним один раз Очень долго разговаривали Крутой Мэн Мне очень нравится Как он себя ведет Позиционирует Пару раз конечно С ним еще там Переписывались Но сейчас Гарний привет Згадайте Что вы знакомы Зустретесь Поспілкуватись Поехайте В лес По грибы Под фотографией Значит С съемочной Какой-то площадки Напишу Хочешь я отвезу тебя В лес Ну все Беда Беда Чувак Прости меня Хочешь Хочешь я Оп А я на камеру буду работать Я отвезу Тебя В лес Я чувствую Что он мне напишет По какие грибы Улетела Покажи Хочешь я отвезу Тебе в лес По грибы Хорошо Сейчас напишу Да хочу Это фунда и дело Ты напомнишь белорусской Что же поешь Я не помню белорусскую И на сегодняшний день Я могу Путать Украинский язык И белорусский Я когда учил Украинский язык Меня преподаватель Часто стопала И говорит Это не наше слово Это не наше слово То есть Я белорусские слова Вставляю В украинский язык Че научился Ты уже С приматой Нормально Таше На улице Может Пилит Те Я признал Что это было Да Сейчас Да Раньше мог Нахамить Нагрубить Как обычно сказать Вы ошиблись И Ну Пойти дальше Или мне там Ой Это вы А я говорил Я это кто Потому что Даже на сегодняшний день Социальные сети Ну Я допустим Не понимаю Окей Одеваем корону Я не понимаю Поклонников Которые Пишут Здравствуйте Как вас зовут Или мы вас видели Там-то Там-то Как вас зовут В смысле Ребята Алло Или Я Крайне Жестко Реагирую на вопросы А сколько вам лет Ну Ну Вбейте Как вас зовут Сколько вам лет Откуда вы родом Ну То есть Те вопросы На которые Ну просто Вот Нажать Три кнопки В телефоне И вы Узнаете Ну Ну Если вы Умудрились В инстаграме Или на фейсбуке Найти меня Ну Нахрена Вы пишете Такие вопросы Сейчас нормально Реагирую И Я Я вижу И меня это радует То что Я фотографией Совместной с кем-то Либо своим автографом Либо какой-то Каким-то поздравлением Которое могу кому-то записать Я поднимаю настроение И дарю Радость и тепло И я говорю Что Блин Наверное Не зря я в этой профессии Потому что Я могу дарить Ну Какое-то тепло И радость Ну И Лигейда Вот Ей можно писать Все что угодно Лигейда Давно в театре не был Давай сходим Да блин Ну блин Ну почему ей такое Можете поменять Сами придумайте А бы повторите Комментарь с Глейсом Дело в том Что я скажу В лес Она скажет Я одета Выезжай Я сегодня должен был Идти в театр Чего не едаешь? Потому что на карантин Закрыли театр Я должен был В молодой К Мортенишину Все было Блин Вот это подстава Минулого разу Вы на асоциации Кохания Сказали Что это Что-то Очень не нужное Кохание Что-то Ненужное Изменилась ваша думка Это все Я не знаю Ну честно Вы мне Вот Этим вопросом Меня пока все ставят в тупик Потому что еще год назад Год назад Полтора года назад Год назад У меня работа была на первом месте Сейчас Происходит какой-то баланс Что личная жизнь Ну личная жизнь Любовь и работа Вот так Вровень стала Год назад Я бы еще сказал Нет Сначала работа Потом отношения Семья И все остальное На сегодняшний день Я начинаю теряться И Я уже Несколько раз Говорил о том Что И с некоторыми Артистами На площадке Обсуждали Я говорю о том Что Нет Есть родные люди Есть семья А потом работа Работа может быть И может и не быть А семья И родные люди Они останутся И вот У меня еще Какая-то Внутренняя Борьба Видимо еще идет Потому что Я понимаю Что Благодаря моей работе Может существовать Моя семья Но когда семья Понимает Чем ты занимаешься И делает Все для того Чтобы Не мешать Ну это Происходит Какая-то гармония И тогда Семья выходит На первый план Потому что Она тебе помогает Работать Погнали Я так понимаю Эти были Лимене адекватные Шаги Нет Фак На возвращение Мухтара На проекте Было два Один Оперпост Второй Камермен Они мне Подсадили На охеренные Зеленые Чаи Я тогда Узнал вообще Что такое Чай И что Он может быть Вкусный И зеленый Чай Может быть Вкусный Потому что В моей деревне Был чай Только Принцесса Нури Три слона В гранулах Но я помню Когда у меня Не было сигарет И очень хотелось Курить Я попытался Покурить Этот чай В гранулах Это такая Параша Ну что Да Надо красиво Это сделать Типа Я не буду Я мужик Что вы Дергаетесь Как девочки Ведете себя Значит Запостить Фото С командой За изъемки На 24 часа В инстаграм Что значит Запостить Добавить Ну то есть В ленту Сейчас у нас Будет фотосессия На 3 часа А где в Киеве Можно Найчастейше Зустріти Ты любишь Красиво Поїсти Какие это Заклады И что Переважно Замовляешь Я честно могу Сказать Я люблю Заведение Андер Вандер Толстого 21 Возле Генотеатра Киев Почему Потому что В принципе Всегда Вкусно Всегда Красиво Там Очень Уютно Я Очень часто Хожу на Официантов Там Хорошие Ребята Работают И Меня Это заведение Подкупает Тем Что Я там В основном Нахожусь Ночью То есть После смены А это Наверное Единственное Заведение Которое Может Покормить Тебя Вкусно Ночью Не травить Потому что Все остальные В Киеве Заклади Так Нет Днем Ты можешь В любое Заведение Приехать И более Или менее Поесть А вот Ночью Которое Заведение Ночью Работает Ты приезжаешь И ночью Тебе Предлагают То Что Съели Еще На прошлой Неделе Потому что Ночью Приходят Либо Пьяные Либо Люди Которым Вообще Все равно Что поесть И когда ты Уставший Хочешь Хоть как-то Перекусить Или поднять Себе Настроением Этого Красивого Блюда Ну Это для меня Это для меня Андер Потому что Все остальное Это какой-то Мрак Может быть Я не знаю Может Отрылись Какие-то Новые Заведения Которые Работают Ночью А дома Ты готовишь Йест Да Если у меня Есть Время Я Я Уплиты Гарно Готовишь Или Просто Один Куда Выходить Я Не могу Сказать Что я Там Люблю Люблю Готовить Но Это Какой-то Процесс Для меня Успокоения Релакса Или же Там Идут Ко мне Гости Я понимаю Что Мне нужно Извратиться И что-то Такое Придумать И Приготовить Ты часто Бываешь Вдома Бо Вчера Нас Росповед Это Гирлянда Позадовая Сила Нас Сезновым Роком Ассоциируется Слушайте Эта Гирлянда По-моему Покорила Всех И Ну Не буду Говорить Там Точное Количество Но Очень Многие Написали Мол А что Это Гирлянда У вас Сзади Вы К Новому Году Готовитесь Или А что Это Такое Где Я Прибиваю По всему Периметру Квартиры Гирлянды На окнах Гирлянды И Я не понимаю То есть Я трачу Полдня Прибивая Эти Гирлянды Я их Ненавижу Чтобы потом Еще потратить Полдня Для того Чтобы их Снять Потом Опять Зачем Но Висят И висят Плюс Ко всему Я каждый День Могу Устроить Себе Праздник У меня Эти Гирлянды В розеточку Чик И у меня Вся Квартира В огонечках Ну Да Я там Ёлки Игрушки Убираю А это У меня Всегда Висит Новый риг Любишь Зари? Неоднозначное Когда я Украшаю Квартиру Я это Делаю Не для себя Ты же Ваш С рыбками Ну У меня Котики Откуда-то Появились Вчера Если вы Видели Котики Принесли Мне Котиков Я для Кого-то Делаю Праздник Новый Год Я Очень Долгое Время В Новый Год Всегда Работал Я Уже Рассказывал Очень Много Работы Было В ночных Клубах Не помню Рассказывал И Когда Я Ушел Из Ночных Клубов Первый Новый Год Я Не Понял Что С Ним Делать То есть Понимаю Что Я Много Лет Работал А Сейчас Мне Нужно Как-то Отметить Новый Год И Как Это Сделать Я Не Понимал И На Протяжении Многих Лет Я Езжал К Родителям Мы Отмечали Российский Новый Год В 23.00 Потом В 00.00 Поднимали Бокалы За Белорусский Новый Год И В 00.10 В 00.15 Я Уже Сидел За Рулем И Ехал В Минск Отмечать Новый Год Спасибо Подумаешь Шарик Год Килька Была Особливая Адже В ней Павло Отримало Уданнее Подписать Футболку И Это Не Все Потому Отримать Ее Зможет Кто Из Вас Перейшов В Опис Под Видео И Вы Существую Умову Лиз Или Озеро Блин Вы Всегда ставите Такие Вопросы На Которые Ну Невозможно Ответить Озеро Я Сейчас Те Ноги Оторву Поэтому Тебе Говорю Странные Вопросы Театр Чи Кино Кино Гроши Числава Гроши Танцы Зерканы Чи Кто Против Логови Танцы Со Звездами Блондинка Бронетка Чи Рудак Рыжая Пляж Чи Дача Обожаю Рыжих Чи 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 Так Дого Думали Бозгадывали Я У меня Типа Блондинки Точно Нет Чорная А думаю Руда Что такое Руда Думаю Рыжая Конечно Рыжая Пляж Чи Дача Дача Что Тусовка Чи Домаш Летак Тусовка Чи Вечеринка Еще раз Вопрос По-русски Вечеринка Шумная Вечеринка Или Посидеть Уютно А что ты выберешь Вот мне просто интересно Ты понимаешь Когда Когда Я не полагаю Вечеринку Я и то и то люблю Ну давай Блин Давай Вечеринка Вечеринка Оргазм Оргазм Еще раз Эротично Эротично Гумор А смех Картопля Беларусь Нет Картопля Глазки Почему-то Не важно Гастроли Водка Свечи Слава Нимб Возможности Политика Притулов Субтитры сделал DimaTorzok